Красный свет, дороги нет. Это знают даже дети. Но взрослые зачастую этим правилом пренебрегают. По невнимательности или чтобы сэкономить несколько секунд. В пятницу нарушители были неприятно удивлены. Двинувшись на красный, они попадали прямо к сотрудникам ГИБДД. Очень часто встречаются такие случаи, когда водитель издалека, увидев, что начинает мигать зеленый, зажигается красный, дает педаль газа в пол и пытается проехать. И выезжает уже на красный сигнал. А бывают такие случаи, когда водитель, не дождавшись включения зеленого сигнала светофора, уже начинает движение на красный. Это и будет являться нарушением. Точно так же было в случае с водителем этого Мерседеса. Дожидаться, когда загорится зеленый, видимо, не в его правилах. И он поехал на красный. Спешка обернулась для автолюбителей еще большей потерей времени и штрафом в размере 1 тысячи рублей. Водитель этой газели не спешил, но поддался стадному чувству. Поехал на красный за грузовиком и был остановлен. Я поехал за Камазом, я не видел, он закрылся. Товарищ водитель, это не детский садик, это не игра в паровозики. Он мне закрыл светофор. Я ехал, я за ним поездил. Светофоров на перекрестке предостаточно. Просто нужно быть внимательней. Осознав свою вину, водитель обещал исправиться. Я всегда соблюдаю черты, встаю всегда. Но тут так все получилось. Так получается и у пешеходов. Эта парочка, как позже выяснилось, торопилась в ЗАГС. Но могла угодить на больничную койку. Или того хуже. Нередко невнимательность и спешка оборачиваются аварией. Сэкономленные для водителя минуты могут обернуться для кого-то трагедией. Одно из недавних ДТП произошло 22 января. Этого года на проспекте Шереметьевском водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Ford, который заканчивал движение через перекресток. В результате пассажир автомобиля Ford с тяжелейшими травмами была госпитализирована. Иногда такие нарушения приводят к смерти пешеходам. То есть водителям нужно помнить о том, что секунды сэкономленные его не спасут, а чужую человеческую жизнь водитель может покалечить. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.